нет я не боюсь сам заболеть раком я довольно много знаю про рак знаю о том что со мной это может произойти меня это не пугает добрый день меня зовут александр баламасов я врач-онколог сегодня я буду отвечать на вопросы которые вы задавали мне в соцсетях с вами спроси и сохрани почему в народе говорят что рак не болит а если что-то болит то это не рак на самом деле это не совсем так рак может вполне болеть когда он распространяется он может разрушать окружающие структуры например костика и при этом болеть рак может сдавливать нервы и при этом болеть поэтому это не совсем соответствует тому как обычно развивается эта болезнь рак может болеть может не болеть рекомендую все-таки сходить к врачу потому что если что-то болит с этим как минимум нужно разобраться даже если это не рак у человека не должно болеть скажите пожалуйста что такое рак рак это злокачественная опухоль которая возникает из-за того что клетки начинают быть не такими как остальные здоровые клетки для того чтобы клетка стала раковой то есть из нормальной превратилась в злокачественную нужно чтобы она прошла определенный чек-лист изначально это было 6 критериев потом его расширили до 8 плюс 2 критерия то есть до 10 суммарно быть невидимой для иммунитета способны к метастазированию самовоспроизводиться не умирать потому что клетки рака они избегают естественной смерти которые подвержены все здоровые клетки и в общем то это довольно сложный процесс который нельзя описать одним предложением правда ли что здоровые родинки не перерождаются в онкологию и что рак кожи это всегда новое образование изначально злокачественное да это правда но только частично а действительно большинство меланом возникают на чистой неизмененной кожи представьте себе поле на него светит солнце поле это кожа а солнце это солнце на этом поле могут вырасти нормальные цветы например подсолнухи кстати подсолнухи это цветы а может вырасти сорняки например борщевик подсолнух не может превратиться в борщевик когда он растет сложность диагностики меланом заключается не в том что хорошая родинка превращается в плохую а в том что когда это только взошло и есть маленькая поросль очень сложно отличить является ли это родинка меланомой или это родинка обычная родинка с которой ничего не нужно делать поэтому нужно рассматривать все это буквально с лупой это собственно является основным методом диагностики ранних меланом называется этот дерматоскопии примерно 80 процентов всех меланом действительно возникают на новой неизмененной кожи они из переродившейся родинки оставшиеся 20 процентов это те меланомы которые вырастают на родинке и вот отсюда собственно говоря и возникает впечатление людей что родинка была всю жизнь потом она начала меняться потом ее отрезали это оказалось меланомой слышал от врачей что раковые опухоли очень любят кислород при удалении камней из желчного пузыря был обнаружен рак печени чек сгорел за три недели сказали если бы знали об опухоли оперировали бы другим методом чтобы не вызывать взаимодействие с кислородом миф или реальность конечно никакой кислород не провоцирует развитие рака это один из довольно распространенных мифов на самом деле кислород это довольно редкий миф гораздо более частая история когда люди связывают развитие рака с глюкозой или сахаром и которая якобы кормит рак если убрать этот компонент из еды то рак не будет развиваться но на самом деле это миф если человек перестанет есть глюкозу то будут страдать его здоровые клетки а рак всегда найдет чем питаться и в общем то будет забирать энергию из всего окружающего здорового я конечно же не знаю всех деталей этого случая но скорее всего речь про агрессивную опухоль которая может развиваться из желчных протоков или самого желчного пузыря это один из разновидностей рака печени называется это холангиокарцинома это просто сам по себе очень агрессивный рак который может развиваться очень быстро известны ли науки и медицины случаи исчезновения рак обезлечения и все это популярные мифы на самом деле это не совсем миф существует такое понятие как спонтанный регресс то есть тогда когда рак уменьшается или даже совсем проходит я встречал несколько видов рака которые такое может делать некоторые виды кожных лимфом к примеру но чаще всего так как эти случаи это скорее исключение чем правило это все-таки миф который связан с плохой диагностикой то есть лучше всего проходит тот рак которого и не было вовсе если какой-то универсальный анализ кровь сдал и понятно есть рак или нет здесь в общем то можно было бы обратиться к такому персонажу которую зовут элизабет холмс но только она сейчас сидит в тюрьме это основательница компании которая называлась тира нас ее анализ крови она собиралась по капле крови через специальный чип который передавал по вай-фай информацию сразу лечащему врачу и общем то решать все проблемы со здоровьем человека стремление людей хотеть понять все в своем здоровье по капле крови она естественно но к сожалению для рака это невозможно сделать потому что рак очень сложный рака очень много рак это собирательное понятие для многих сотен разных болезней иногда для того чтобы поставить просто диагноз рак мы делаем несколько десятков анализов в том числе анализы крови не думая что возможно ситуация при которой мы разработаем такой чудесный анализ когда мы сможем пусть даже это будет не капля крови как в тиранос пусть это будет пробирка или 10 пробирок но с моей точки зрения это невозможно как вы оцениваете перспективы вакцины от рака насколько возможно что когда-нибудь будет вакцина которую сделал и ты защищен энтузиазм по поводу применения вакцины в онкологии о том что вот вот сейчас мы изобретем и никто не будет болеть рак но существует очень давно сама вакцина больше 100 лет а вот это вот 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 сейчас вот еще чуть-чуть вот прям сейчас вакцина будет где-то с 80-х годов уже прошлого получается века но все никак не получается на самом деле сейчас есть только две вакцины которые можно вообще применять в онкологии и работают они так себе это вакцина для локального рецидива меланомы тип век и вакцина для метастатического ракопроцитательной железы работает они очень малоэффективно стоят очень дорого лично сам ни разу не применял понятно что это очень благодатная почва для того чтобы сложилось впечатление что этот принцип можно применить вообще к медицине и к раку в частности раз мы можем лечить инфекцию вакциной почему нельзя сделать то же самое с раком потому что во-первых само производство вакцины очень дорогое и технологичное во вторых раков очень очень сильно много то есть если мы например захотим вакцинировать людей от рака молочной железы то нам нужно будет делать прививку от каждого из разновидностей рака молочной железы более того рак может меняться в течение своего существования поэтому в общем и целом я считаю что прививки от рака не получится сделать в том смысле в которые обычно в это вкладывается сделал и не заболел влияет ли рак на потенцию сам рак вряд ли влияет на потенцию скорее влияет на потенцию лечение рак самое очевидное что может быть это рак предстательной железы если этот рак выявили в ранние так называемые локализованной стадии когда он находится только в самой простате и не успел дать какие-то отдаленные очаги это называют метастаза то тогда основным способом лечить рак предстательной железы будет либо операция когда вырезают предстательную железу либо лучевая терапия когда мы облучаем предстательную железу и то и другое конечно же повлияете на потенцию и на эрекцию также на потенцию может влиять химиотерапия и в процессе химиотерапии потенция может снижаться после того как завершается химиотерапия потенция как правило восстанавливается правда ли что у рака есть наследственность да это правда в организме есть клетки в этих клетках есть днк днк содержит всю информацию о нас днк поделена на кусочки и кусочки днк мы называем генами в этих генах могут происходить поломки эти поломки мы называем мутации все мутации можно очень условно разделить на две большие группы первое это мутации которые развиваются в течение жизни есть здоровая клетка она делится в ней что-то происходит и в том числе происходят ошибки эти ошибки могут накапливаться в результате это приводит к мутации есть другая разновидность мутации это так называемые наследственные мутации то есть те мутации которые передаются от мамы и папы ребенку и ребенок рождается уже с поломкой в генах некоторые поломки в генах могут приводить к тому что у человека повышается риски развития рака самые частые раки которые ассоциированы с поломками в генах это рак молочной железы раки яичников некоторые рак кишечника рак предстательной железы и меланомой поджелудочная железа генетика ответственно за около 15 процентов всех раков если в вашей семье есть много случаев рака причем это не обязательно должен быть один и тот же рак если много случаев ваших близких которые болели раком в молодом возрасте молодыми мы считаем людей моложе ну условно 50 40 лет то тогда наверное вам нужно это как минимум судить либо с онкологом либо с медицинским генетиком возможно вам нужно пройти какие-нибудь тесты для того чтобы исключить какой-то генетический синдром какой стране мира успешнее всего лечит рак и почему в той стране где есть для этого больше всего денег для того чтобы сделать одно лекарство нужно потратить примерно 12 лет и два с половиной миллиарда долларов денег при этом вовсе не гарантия того что это будет какое-то прорывное лекарство это лекарство может очень скромно повлиять на результаты лечения например может быть зарегистрировано лекарство которое отодвигает рецидив на месяц при этом не оказывает влияние на самое важное чего мы пытаемся добиться с помощью лечения рака это продолжительность жизни и улучшение качества жизни но тем не менее она будет зарегистрирована и будет стоить дорого и врачи будут его назначать какой анализ нужно сдавать чтобы не пропустить возникновение мейломная болезнь если по материнской линии у мамы и бабушки она была диагностика нашем организме есть много разных клеток которые обеспечивают то что мы называем иммунитетом то есть то что нас защищает от всего чужеродного и не дает нам заболеть и умереть есть специальные клетки которые называются плазмоциты эти клетки вырабатывают иммуноглобулины из этих иммуноглобулинов собственно говоря состоят антитела которые обеспечивают иммунитет одну из его разновидности он называется таким термином как гуморальная иммунитет так вот мейломная болезнь это злокачественная опухоль при которой количество этих плазмоцитов увеличивается это приводит к тому что эти плазмоциты набиваются в костном мозге вызывают разрушение костей и они вырабатывают слишком много белка это тоже не очень здорово потому что этот белок тоже может вызывать серьезные повреждения орган мы чаще всего не знаем от чего возникает меломная болезнь в последнее время стало появляться больше данных о том что мелома может быть связано с некоторыми генами с мутациями в этих генах и соответственно есть такое понятие как семейная мелома на самом деле это довольно редкая история из 1000 мелом примерно три могут быть связаны с такими генами и могут иметь связь с наследственностью чисто теоретически мы можем поискать гены вашей ваших клетках и может быть мы даже что-нибудь и найдем проблема заключается в том что мы пока не умеем делать с этим ничего с практической точки зрения у нас нету представления как предотвратить развитие меломы у людей с большей вероятностью уровень ее развитие поэтому большой вопрос насколько нужно эти анализы сдавать от чего зависит успех в лечении рака очень много чего идеальной формулы не существует во первых это зависит от самого рака какие-то раки лечатся более успешно какие-то лечатся очень сложно например есть мелкоклеточный рак легкого или рак поджелудочной железы он очень упорный и плохо лечится также конечно зависит от того какая стадия этого рака первую или даже нулевую стадию рака такое тоже бывает когда рак еще не стал способным распространяться метастазами мы лечим гораздо успешнее чем рак который успел это сделать и стал четвертой стадии плохими лекарствами хорошо лечить рак довольно сложно или там делать хорошую лучевую терапию на каком-нибудь старинном аппарате который не у него может это делать точно просто нельзя да какие мы бы не были хорошие врачи немаловажный фактор который может быть не так очевиден как новая молекула или хорошее лекарство это фактор времени да потому что человек который сталкивается с этим диагнозом нужно чтобы ему кто-то помог составить план и провести человека через это чтобы нигде не потерялся то что обычно называют дорожной картой тоже очень важно в успехе лечение рака интересно узнать больше о раке вызываемом вирусами не слышал даже про такое и про вакцину тоже действительно это не миф вирусы могут вызывать рак вирусы это маленькие кусочки днк или рнк которые завернуты в такой фантик в такую оболочку из белка когда вирус попадает в человека фантик разворачивается и днк рнк попадает внутрь клетки там он встраивается в днк обычной клетки и вот в этот момент некоторые вирусы способны изменить клетку и она становится опухолью хорошая новость заключается в том что происходит это довольно редко очень очень распространенный вирус вирус обштейн-бара этот вирус действительно может вызывать некоторые виды лимфом также он может вызывать рак желудка и рак полости рта потому что он живет в полости рта плохая новость заключается в том что этот вирус есть скорее всего всех кто меня смотрит 95 процентов населения с этим вирусом так называемые поцелуйный вирус хорошая новость заключается в том что большинство людей этот вирус будет с вами всю жизнь он не приведет к каким-то большим проблемам и вероятность того что вирус обштейн-бара может вызвать опухоль очень 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 маленькая никаких тестов для обнаружения этого вируса у здорового человека делать не нужно вывести этот вирус никаким способом нельзя если вам предлагают это сделать то вам предлагают что-то не очень правильное вакцины от этого вируса не существует следующий вирус вирус гепатита b этот вирус может повышать вероятность развития рака печени у человека довольно странная на самом деле рекомендация она звучит следующим образом все взрослые люди старше 18 лет должны хотя бы один раз в пройти тестирование на вирус гепатита b существует вакцина которая может и должна быть применена у людей есть календарь прививок это новорожденные это подростки которым не было сделано вакцина когда они были новорожденными и это взрослые люди повторно должны вакцинироваться следующий вирус это вирус гепатита c он тоже повышает риск развития рака печени но в отличие от вируса гепатита b нет вакцины которая могла бы снизить риски от этого вируса вакцины от вируса гепатита c не существует следующий вирус это вирус именно дефицита человека смысл того что этот вирус повышает вероятность очень очень многих раков заключается в том что он уменьшает иммунитет возникает вероятность того что в организме могут возникнуть атипичные клетки клетки которые впоследствии станут опухоль лечение от вируса именно дефицита человека есть и она довольно успешная при хорошем лечении вич-инфекции снижаются риски развития опухоли вакцины пока нету много разговоров много лет но пока ничего такого не существует вирус папилломы человека это очень важный для онкологии вирус потому что он может вызывать несколько видов рака и один из этих раков можно очень очень успешно предотвращать то есть проводить профилактику вирус папилломы человека вызывает так называемые плоскоклеточные карциномы и они локализуются в шейке матки в анальном канале и в полости рта если мы говорим о примере успешной профилактики рака что делать для того чтобы не заболеть раком то лучшее что можно сделать эту прививку от вируса папилломы человека которую в идеальном мире нужно сделать до того как человек это может быть девочка это может быть мальчик начнет половую жизнь в не идеальном мире если этого не произошло в подростковом возрасте это можно сделать если вы взрослый человек есть данные о том что прививка от вируса папилломы человека оказывает эффект профилактические если ее сделать до 45 лет вывести вирус папилломы человека то есть вылечить его если он уже случился и циркулирует в крови нельзя тестировать на вирус папилломы человека нужно и по сути это является одним из эффективных скринингов рака рака шейки матки когда женщина в среднем в 30 лет проходит тест либо только на атипичные клетки шейки матки либо на атипичные клетки вирус папилломы человека следующий вирус это вирус герпеса но не весь герпес особого восьмого типа тот вирус который может вызывать довольно редкую опухоль она называется саркома капоши если мы возьмем весь западный мир то примерно каждый десятый человек является носителем этого вируса но саркома капоши гораздо более редко недостаточно просто быть инфицированным этим вирусом нужно чтобы еще у человека довольно ощутимо снизился иммунитет это как правило две ситуации первая ситуация это вирус иммунодефицита человека саркома капоши это довольно частая история у людей с этим диагнозом и вторая ситуация это люди которые вынуждены принимать ему на супрессанты то есть медикаменты которые уменьшают иммунитет нельзя избавиться от этого вируса вакцины от него тоже не существует последний вирус это довольно редкий вирус который называется лимфотропный вирус он может вызывать некоторые виды т-клеточных лимфом на него нету каких-то стандартных тестов его нельзя вывести и от него не существует вакцина просто он есть насколько вам тяжело и сложно говорить людям что у них рак если какие-то психологические приемы которые вы используете чтобы успокоить или примирить человека с реальностью конечно это довольно сложно и я не знаю никого из своих коллег кому это бы приносило удовольствие говорить людям что у них рак из хорошего до что этому можно научиться я проходил специальные курсы прямо настоящее обучение с симулированными пациентами есть целая полноценная книга на тему коммуникации именно в онкологии здоровый образ жизни профилактика и регулярная диспансеризация какие конкретные действия включает в себя эффективная профилактика рак три совета меньше сидите и не накапливайте лишний вес это очень нездорово в плане вообще здоровья и в рака в частности не курите это мерзкая привычка она приводит к огромному количеству раков которые довольно сложно лечить иногда бывает и не пейте нету нормальной дозы алкоголя все эти юниты лучше конечно их придерживаться чем не придерживаться но это такое договорняк между врачами и людьми на самом деле нету здоровой дозы алкоголя ноль самая лучшая доза алкоголя если говорить про все эти советы на самом деле их не очень люблю рубрики помататься кремом сделать прививку и все будет хорошо потому что рак довольно сложная штука он очень разный рак очень собирательное понятие которое включает несколько сотен разных болезней с разными сценариями развития с разными причинами развития мы можем выявлять рано это называется скрининг довольно мало раков по сути хорошо мы можем вы скринировать то есть находить маленьким и хорошо лечить на ранней стадии два рака это рак кишечника для этого нужно делать либо колоноскопию либо анализ кала на скрытую кровь для людей старше 50 лет и второй рак который хорошо скринируется это рак шейки матки для этого женщинам нужно примерно с 30 лет проходить скрининг сдавать мазок на атипические клетки иногда скрининг включает еще и мазок на вирус папилломы человека также если вы курите и вам 50 лет вы успели накурить так называемые 20 пачка лет то есть курили год по пачке в день то вам нужно сделать низкодозовую кт также есть два скрининга польза которых не такая очевидная это скрининг рака молочной железы и 2 скрининг который не так однозначен это скрининг рака простаты старше 50 лет мужчинам можно предлагать сдавать кровь на пса почему я говорю что он неоднозначен потому что для скрининга рака молочной железы и для рака просто предстательной железы нет выигрыша в виде снижения вероятности умереть но он может привести к каким-то негативным последствиям для человека то есть любой анализ и любой тест может принести осложнению может принести переживания и поэтому о каждом скрининге нужно сначала с человеком поговорить в идеальном мире про скрининг человек разговаривает с таким врачом который на западе называется gp general practitioner в германии the house art то есть человек семейный врач да или терапевт проблема заключается в том что в россии найти хорошего терапевта суперсложно да и поэтому если не с терапевтом то об этом можно поговорить с онколог почему рак нельзя передать от человека человеку ну потому что для этого как минимум нужно быть тасманийским дьяволом эти животные способны кусать и слюной передавать опухоль человек это к счастью делать не может были правда в далеком 2021 году зафиксированы и доказано два случая когда после рождения у ребенка оказывался такой же рак как у мамы и в общем-то это было доказано на генном уровне что это один и тот же рак но это скорее исключение из правил так в остальном рак не передается напрямую от человека к человеку мой папа каждый год проходил диспансеризацию каждый год жаловался на боли в груди в итоге рак легкого четвертой стадии смысла диспансеризации во-первых мне жаль что с вашим папой такое произошло во вторых это очень хороший вопрос я не могу сказать что не надо делать диспансеризацию просто диспансеризация может быть здорового человека на самом деле мы же должны понимать что говоря слова скрининг мы не должны говорить только про скрининг рак есть еще терапевтический скрининг когда человеку нужно сдавать кровь на определение уровня хорошего и плохого холестерина принимать решение о том нужно или не нужно принимать статины для того чтобы снижать свои сердечно-сосудистые риски понятно что рак пугает гораздо больше чем инфаркт и люди наверное реже боятся того что случится какая-нибудь катастрофа сосудистая чем найдут какую-нибудь злокачественную опухоль но тем не менее скрининг и не знаю наверное он вкладывается в понятие диспансеризацию это не только про рак поэтому диспансеризация нужно но она должна включать довольно мало тестов если мы говорим про какие-то рекомендованные в общем-то и приняты в мире с доказанной эффективностью виды исследований какой процент какую долю онкобольных спасает современная медицина рак это не одна болезнь рак это очень много сотен разных болезней которые ведут себя по-разному которые имеют разный прогноз которые мы можем и умеем лечить с разной вероятностью с разной эффективностью более того у каждого из этих раков есть разная стадия и вероятность и успех лечения того или иного вида рака зависит не только от его вида а еще и от стадии понятно что первая стадия лечится гораздо лучше чем 4 универсальные формулы и универсального ответа на этот вопрос не существует и для каждого из видов злокачественных опухолей есть своя статистика и они все очень-очень сильно разные на самых ранних стадиях рак практически невозможно диагностировать но на таких стадиях химиотерапия имеет максимальный эффект не было ли попыток просто всем делать легкий курс химиотерапии для профилактики каким-то доктор менгеле отдает от этой идеи просто потому что химиотерапия вот прям легкой это очень условное понятие потому что химиотерапия всегда сопряжена с рисками осложнения в такой подход скорее всего приведет к тому что мы какому-то большому количеству людей причиним вред и при этом нет абсолютно никаких данных полагать что мы сможем таким образом предотвратить рак профилактическая химиотерапия проводится чаще всего после того как человеку установили диагноз рак и вылечили его то есть провели радикальное лечение и тогда профилактическая химиотерапия еще называют термином и диван проводится для того чтобы снизить риски не то что человек заболеет раком с ним это уже произошло его вылечили а снизить риски того что будет рецидив правда ли что настрой пациента на выздоровление влияет на прогноз лечения рака говорят о том что рак это болезнь уныние это правда так это всегда абсолютно тяжелая история есть огромное множество данных о том что у людей которые столкнулись с диагнозом рак гораздо больше депрессии тревоги есть данные в том числе о том что депрессия и тревога которые конечно больше у людей с раком по сравнению с обычными людьми может влиять в том числе на результаты лечения но в общем-то этими данными довольно сложно пользоваться довольно сложно понять что с этим делать с практической точки зрения но и иногда достаточно нередко рекомендуем нашим пациентам помощь коллег психотерапевтов посоветуйте русскоязычный интернет ресурсы или книги о раке я вам рекомендую пользоваться переводчиками они сейчас довольно неплохо работают они есть встроены в браузер и довольно просто переводят страниц есть много англоязычных ресурсов которые содержат много классной полезной информации но которые не были переведены и скорее всего не будут никогда переведены например пациентские ресурсы больших больниц это может быть это например кливленд клиник клиника мио или мемориал слоун кефири если говорить о чисто переведенных и чисто русских источниках то это он к вики фонда не напрасно моей маме 75 лет ей поставили остеоному наверное это остеома я не знаю что такое остеонома что это что делать если это все-таки остеома и здесь опечатка то это доброкачественная опухоль которая вырастает из кости она чаще всего бывает в черепе и у меня кстати тоже такая есть если она не беспокоит не вызывает симптомов не болит и не растет то с ней ничего не нужно делать иногда когда это не так и она все-таки вызывает симптомы например болит или растягивает кожу либо же вызывает эстетический дискомфорт тогда ее нужно удалять боитесь ли вы сами заболеть раком нет я не боюсь сам заболеть раком я довольно много знаю про рак знаю про свои риски которые у меня безусловно есть наверное в знании и в общем то есть причина не страха похоже что это все вопросы на сегодня я был рад быть с вами мне кажется что очень важно говорить про рак немножко выводить на свет к сожалению не всегда получается давать какие-то прямые ответы может сложиться впечатление что онкологи такие скользкие ребята которые всегда дают какие-то уклончивые ответы но к сожалению это так рак очень сложный и не всегда можно ответить как-то однозначно спасибо что были с нами вы смотрели спроси и сохрани сша а и и а и